Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей о событиях. Среды 19 октября вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габешия. К следующей неделе в Центральном районе должен быть наведен полный порядок. Такое поручение сегодня дал мэр во время обхода. Состязание на поэтическом балконе. В Сочи продолжается прием заявок на литературный конкурс ко дню города. Фильмы о добре и обсуждении наболевших нравственных вопросов. В Сочи открылся Покровский духовный форум-фестиваль. Юбилей отметили на сцене. В Сочи дал концерт государственный академический ансамбль «Нальмэс». В Европу за поиском партнеров Вениамин Кондратьев отправился в Швейцарию в составе российской делегации. Возглавила ее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В городе Берн в рамках рабочего визита глава Кубани проведет ряд деловых встреч и переговоров. Так, например, планируется, что в Швейцарии подпишут протокол о намерениях по сотрудничеству между администрацией Краснодарского края и Государственным советом Кантона Тичино. Также Вениамин Кондратьев посетит сессию российского экономического форума, одной из главных тем которого станет развитие международного и регионального партнерства. Отопительный сезон стартовал на Кубани. Насколько готовы к зимним холодам коммунальные службы накануне проверил Вениамин Кондратьев. Чтобы не замерзнуть в собственной квартире Татьяне Пономаревой с полуторагодовалой дочкой сутками приходится греться под кондиционером. Сплит-система постоянно работает на обогрев. Счет за электричество вырос почти в два раза. Но без этого температура в квартире не поднимается выше 15 градусов. Холод. Не раздеть, не искупать ребенка. Воды горячей нет, тазики нагрей. Это просто издевательство над жильцами. Почти 6 тысяч жителей микрорайона имени Жукова или, как его называют в Краснодаре, Энка в отопительный сезон стали заложниками котельной, питающей 14 многоэтажек. После смены собственника новый владелец, несмотря на опустившиеся температуры, до сих пор не подает в дома тепло. При этом главы городов и районов, в том числе Краснодара, успели доложить губернатору о стопроцентной готовности к холодам. Поэтому оправдания теперь выглядят как минимум нелепо, замечает Вениамин Кондратьев. Энка Краснодара что, без тепла? Вениамин, по решению арбитражного суда произошла смена собственника на этой котельной. Слушайте, ну смена собственника, я как вам юрист говорю, не означает расторжение договоров никаких. Люди, дети, старики находятся в этих домах, которые сегодня почему-то хотенью или из-за амбиции проигравшей стороны берет и останавливает котельную, а вы за этим наблюдаете. В этой ситуации нужно быть не только умным, но и смелым. Сегодня, знаете, умных много, а смелых мало. Вот это проблема сегодня, поэтому мы и страдаем. Потому что мы все хотим себя прикрыть, потому что слишком умные. А люди, которые сегодня один на один с холодом в квартирах, вот они без вины виноваты. Понимаете, собственники борются за собственность и отвечают каждый за свою собственность. А мы с вами отвечаем за жизнь людей. Поэтому здесь просто на чаше весов несовместима, несоразмерна. Зона ответственности их и ваша, и наша в том числе. Решить вопрос с котельной в Краснодаре пообещали в течение суток. Опоздали с отоплением и в горячем ключе. Люди писали жалобы в краевую администрацию. По их словам, местное педиатрическое отделение оказалось без тепла. Неужели больница без тепла? Это же, ну это просто уже вопиющий случай, я бы сказал. Венем Ильич, на сегодняшнее утро действительно у нас не было обеспечено газом три котельных. Одна из которых питает поликлинику города Горячий ключ. Видимо, отсюда и есть педиатрическое отделение. Это у нас Горячий ключ. Это курорт, где мы говорим межсезонье. И Горячий ключ должен заполняться, как курорт межсезонье. А куда там заполняться, если там холодно? Неважно сколько объектов, даже хотя бы один. Или маленькая квартира без тепла, это уже ЧП. А мы говорим, что сегодня что-то включат. Мозги, коллеги, включать надо. Просто мозги. Человеческие мозги. А не чиновничьи. Несмотря на то, что к 1 октября по поручению губернатора, все системы в регионе должны быть готовы к подаче тепла в некоторых населенных пунктах, до сегодняшнего дня люди оставались один на один с холодами. Правда, после совещания Венемина Кондратьева сразу появились и возможности обогревать дома. Все отопительные периоды постановления главы было принято, запущено, но часть котельных из-за неплатежей не были запущены. Вот сегодня Черноморский с теплом или без тепла? Через буквально 2-3 часа тепло будет. Коллеги, ну вот, а до этого люди реально... Делайте кадровые выводы по тем замам, которые курируют эту сферу. По-другому я не вижу сдвижки с этих вопросов. Все замы глав вот этих районов, которые не дали тепло, должны быть освобождены от занимаемых должностей в течение минимум вот этих суток. Стало известно, что своих постов должны лишиться заместители глав, курирующие сферу ЖКХ в трех районах – Северском, Кущевском и Горячем Ключе. Ответственные за срыв отопительного сезона, а в каждом конкретном случае, уверен губернатор, обязаны отвечать в суде. В том числе и теплоснабжающие компании. Большинство задержек с подачи горячей воды в крае связано с долгами предприятий за газ. На сегодняшний день порядка 2,5 миллиардов задолженностей в целом по краю. Задолженность формируется у нас теплоснабжающими предприятиями. Население в этой части рассчитывается достаточно оперативно. Технических вопросов на сегодняшний день нет. Все котельные и системы теплоснабжения технически готовы к эксплуатации в осенне-зимний период. Срывы, вот если обратили внимание, все произошли исключительно по организационным и финансовым вопросам. Почти 500 миллионов рублей задолжала одна из крупнейших теплоснабжающих компаний в регионе АТЭК. Предприятие обслуживает котельные в пяти районах края. Из-за долгов ей ограничивают подачу газа, значит нечем и греть воду в котельных. Ситуация повторяется из года в год. Губернатор напоминает руководству компании. Это не просто бизнес, а социально направленная работа. Вы взялись за теплоснабжение жителей. Я вам гарантирую, если вы не отрегулируете вопрос с теплоснабжением, вот по и Новороссийску, и другим городам, они мне здесь перечислены, то теплоснабжением вы больше заниматься не будете. Притом скандал будет грандиозный, вплоть до возбуждения уголовных дел. Просто вот так тоже, вот безответственно, никто из вас не уйдет. Один из реальных способов расплатиться с долгами и продолжать модернизацию сетей – заключение концессионных соглашений. По пути государственно-частного партнерства уже пошли в Ленинградском районе. За два года в развитие теплосетей и котельных инвестируют 500 миллионов рублей. Сейчас же губернатор дал сутки на то, чтобы тепло появилось во всех городах и станицах края. Александр Иванченко, Валерий Ашурко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Калининский район. К следующей неделе в Центральном районе Сочи должен быть наведен полный санитарный порядок. Такое поручение сегодня дал мэр во время обхода центральной части курорта. Также Анатолий Пахомов предъявил претензии к состоянию зеленых зон, тротуаров, лавочек, заборов и фасадов частных домовладений. Расскажет Татьяна Говоркова. До главного городского праздника остался месяц. И уже сейчас необходимо наводить чистоту и соблюдать порядок во всех районах города. Утренний обход Анатолия Пахомова по центральным улицам выдался плодотворным. Вот это вот, я даю, 10 дней записывайте. 10 дней подземный переход надо просто обновить, отдраить, от жвачки, покрасить там внутри. Нарекания были практически через каждые 100 метров. Начиная от тротуара, залепленного остатками жвачки у подземного перехода по улице Горького, до мусора на придомовых территориях. Дом номер 36. Уборка, по словам управляющей компании, здесь ведется 6 раз в неделю, но полностью избавиться от объявлений и окурков невозможно. На каждом собрании проводится разъяснительная работа с собственниками, квартиры в доме. Но менталитет наших граждан таков, что в квартире у меня пусть будет чисто, а что творится за окном моей квартиры, меня не касается. С окон курят, выбрасывают бычки. К ответственности за данные деяния может привлечь только администрация. Управляющая компания ведет только разъяснительную работу, взывая к совести граждан. На обслуживании этой управляющей компании находится более 80 домов. На территории каждого чистота соблюдается. По соседству с подответственным им домом расположены бараки, где уже образовалась практически свалка мусора. И несмотря на то, что это не их территория, коммунальщики на днях пообещали все убрать. Кстати, приводить в порядок дворы других домов по улице Горького стали сразу после визита градоначальника. Но эта работа должна проводиться ежедневно, а не после проверок, отметил глава курорта. Да я не знаю, субботник не субботник, буду проверять теперь вас. Вот это тоже все. Надо привезти, чтобы это был красивый уголок. А у нас он незавершенно грязный. Ряд нареканий Анатолий Пахомов высказал в адрес ответственных за улицей чиновников. Обновление требует зеленые уголки, лавочки, заборы и фасады зданий. Надо постоянно работать над тем, чтобы поддерживать в хорошем состоянии и городскую среду, и, конечно, объекты недвижимости. И самое главное, это, конечно, скверы парки. Мы видим японский скверик, что он по большому счету есть, но он не ухожен. Задача – это немедленно принять меры к тому, чтобы ликвидировать это и преобразовать наш город. Город туристический. А это значит, что к нам живем мы только за счет наших туристов. А туристы будут ездить только в тот город, который будет красив. У нас нет вариантов что-то делать по-другому. И каждый житель нашего города это должен понимать. Так, например, на улицах Войкова, Нагорная, Кубанская и Павла Корчагина в глаза бросаются отнюдь неприятные пейзажи. Захламленные дворы частных домов, грязные поломанные заборы, старая неприглядная кровля. А ведь сейчас как раз идет конкурс на лучшее благоустройство. И жители могут не только преподнести себе подарок, наведя чистоту в своих дворах, но и сделать город красивым и ухоженным к его главному празднику. 27 октября в Сочи откроется первый урбанистический форум. Его посвятят технологиям создания имиджа современного курорта и проектированию общественных пространств. Благодаря проведению Олимпийских игр Сочи получил качественно новое пространство с огромным потенциалом. Итак, ключевыми темами форума станут технологии построения конструктивного диалога между властью, бизнесом и городскими сообществами, модель городской среды постсоветского города, современный девелопмент и комфортная городская среда, решение проблемы оттока молодежи из города. Антикризисный мастер-класс «Что нужно строить, чтобы покупали» завершит программу первого урбанистического форума. Здесь расскажут, как вовлекать жителей в программы лояльности, как организовывать устойчивые самоокупаемые общественные пространства и, наконец, как создавать рабочие места в новостройках. В форуме примут участие представители администрации Сочи, застройщики, лидеры городских сообществ и просто активные горожане. В многоквартирных домах приступают к капитальному ремонту. Программа кратковременного плана сформирована на текущий год. Для 27 домов определены подрядные организации. Скоро они приступят к выполнению запланированных работ. Кто может рассчитывать на капремонт в следующем году, расскажет Ольга Десятого. Дом на улице Дивноморская 5 в прошлом году отметил 60-летие. А здание, на первый взгляд, неплохо сохранилось. Но на самом деле собственники квартир, как говорится, стараются не дышать на изношенные временем инженерные системы. Старый водопровод не выдерживает напора, не справляется и тепловой узел, а электропроводка вообще на грани замыкания. К счастью, жильцов все эти проблемы скоро уйдут в историю, поскольку в ближайшее время начнется капитальный ремонт дома. Проблемы, как в каждом жилом доме. Ремонта не было больше 40 лет. Был такой небольшой текущий ремонт. И когда мы узнали, что в городе разворачивается программа по капитальному ремонту, и нам предложили в ней участвовать, мы согласились с большим желанием. Наш дом пятиквартирный. Все жители оплачивают взносы по капремонту. За 60 лет в доме не было масштабного ремонта. Только в конце 70-х, по словам долгожителей, проводили текущие работы. Все собственники регулярно платят взносы на капремонт. Это и стало главным аргументом для включения Дивноморской 5 в краткосрочный план города. Его программа сформирована на текущий год. Для 27 домов определены подрядные организации, и скоро они приступят к выполнению запланированных работ. Провели конкурсы, определили уже подрядные организации, которые сейчас производят обследование этих домов, составляют ведомости и сметы, согласовывают их с собственниками помещения. Значит, естественно, после утверждения всех этих документов начнется выполнение строителям монтажных работ. Рассчитывать на включение в список могут те дома, собственники которых регулярно платят взносы. Собираемость должна составлять не менее 35%. Затем нужно провести собрание и решить, что именно будут ремонтировать. Фронт работ должен соответствовать той сумме, которую собрали. Примерно столько же выделят из регионального фонда капитального ремонта. Срок заимствования определяется 26 лет. То есть, естественно, из общего котла будут выделяться денежные средства. Плюс к тому, что собрали уже жители, сдали жителей, для проведения капитального ремонта. И можно будет выполнить дорогостоящий вид работы. Это как замена лифтов, что сейчас очень напряженно. Список на 2017 год уже формируется. Будет ли включен тот или иной дом в план, зависит только от желания собственника. Срок подачи документов до 1 декабря 2016 года. Алгоритм действий несложный и, как уже показала практика, достаточно эффективный. После многолетнего перерыва в практике капитальных ремонтов, масштабная работа в Сочи стартовала. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ. К другим новостям. Снова ДТП в Дагомысе на федеральной трассе. На перекрестке Батумского шоссе и улице Ленинградской после обеда столкнулись три автомобиля. Видно, как серую машину, которая собиралась повернуть, ударяет сзади другой автомобиль. В результате серая сталкивается с транспортом на встречной полосе. Жертв нет, но авария спровоцировала затор в обе стороны. Движение было восстановлено в районе 16 часов. Владельцы домашних животных теперь должны будут регистрировать своих питомцев. 23 октября в силу вступают поправки в закон о содержании и защите домашних животных в Краснодарском крае. Нововведения ужесточили правила содержания кошек и собак. Согласно поправкам, теперь в Сочинцам, как и другим жителям края, необходимо регистрировать и перерегистрировать собак и кошек в государственных ветеринарных учреждениях. В результате каждое животное получит паспорт, но при условии, что у собаки и кошки есть микрочип или клеймо. Регистрацию нужно произвести в течение 7 рабочих дней со дня приобретения. При смене хозяина животных необходимо перерегистрировать. Отмечается, что регистрация и перерегистрация кошек и собак необходима для контроля численности, создания единой базы данных и решения проблемы безнадзорных животных. В законе также сказано, что захоронение домашних животных можно проводить только в специально отведенных местах – скотомогильниках или биотермических ямах. Тела животных запрещается закапывать в землю, сбрасывать в бытовые мусорные контейнеры и вывозить на свалки и полигоны. Закон вступит в силу с понедельника. В Сочи продолжается прием заявок на конкурсы ко дню города. Это конкурсы на лучший дом, двор, балкон. Но выразить свою любовь к родному городу можно и в стихах. Сегодня в библиотеке имени Пушкина состоялся прием заявок от участников литературно-поэтического конкурса. Я дочка не твоя, мой город южный. И ты со мной то ласков, то жесток. И я живу в краю твоем безюжном, судьбою прищепленный черенок. Очередное заседание клуба творческого общения или по-другому поэтического клуба «Балкон» началось чтение стихов автора Галины Дадукины. В преддверии дня города вышел в свет ее небольшой поэтический сборник. А непосредственно на конкурс член Российского союза профессиональных литераторов написала стихотворение о сочинском поэте Валерии Клебанове. У нас был такой очень тандем в плане творчества. Я очень уважала этого человека, уважаю. Для меня настоящий учитель и наставник. Я написала его память из стихотворения и хочу его представить. В этом году немного изменились условия конкурса. И можно писать не только стихи о сочи и сочинцах, но и мини-рассказы. Заявки принимаются в районные ЦБС, центральные библиотечные системы. Если в том году в основном подавались произведения о природе, о красотах природы, подавляющее большинство, то в этом году мы просим, чтобы не только достопримечательности города были отражены в произведениях, но и какие-то люди, горожане. Это могут быть просто соседи, это могут быть ваши хорошие, знакомые люди, о которых вы можете рассказать какую-то поэтическую или литературную историю. Это могут быть знаменитые сочинцы, это могут быть какие-то события из жизни города. Ну, то есть более-более широкий охват. Вот уже полтора месяца принимаются конкурсные работы. Причем возрастных ограничений нет. Писать о сочи и сочинцах и подать заявку на участие в конкурсе можно до 1 ноября. А компетентное жюри оценит работы ко дню города, тогда и назовет победителей. В прошлом году директор сочинской Пушкинки стала дипломантом конкурса как автор стихов к песне Юрия Алькова. Естественно, это подвигло на дальнейшее участие в этом году. Я снова пишу стихи для песни, но теперь это будет уже семейное о сочи, скажем так, в которое участвуют мои дети в качестве исполнителей. И, в общем, вот такая вот родилась семейная песня о сочи. Вся представленная в прошлом году поэзия и фотографии вошли в единый сборник под названием «Я люблю Сочи». Также ко дню города проводится конкурс на лучший фотоснимок и песню о Сочи. Гелена Овсецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. В Сочи открылся Покровский духовный форум-фестиваль. Инициаторами его проведения стала городская общественность и церковь. Задача проекта – возрождение духовно-нравственной культуры и приобщение подрастающего поколения к культурно-историческим традициям. О том, что все эти аспекты являются залогом будущего всей страны, сегодня в рамках конференции говорили организаторы форума-фестиваля. Сами организаторы отмечают задачу форума-фестиваля «Покров» две. Одна деловая, другая просветительская. Взрослые обсуждают, делятся опытом, а молодежь и дети на практике познают азы духовно-нравственной культуры. К примеру, ребятам предоставится возможность самим снять кинопритчу и короткометражную ленту. Для взрослых запланированы кинопоказы, которых нет ни в одном прокате. Также в рамках форума пройдут тематические выставки и круглые столы. Итогом же программы должно стать новое качество жизни горожан, отмечает духовный наставник Покровского фестиваля. Все общественные, государственные, церковь, государственные, все люди добровольно объединяются на одну цель, в одни мероприятия. Все то же самое делают, даже если не надо увеличение финансирования. Все то же самое, только вместе и цели немножко меняются. А цели становятся духовными и нравственными. Вот и весь, все нового хау в этом. Разговор об организации социального пространства в городе Сочи сегодня продолжился и на конференции «Духовно-нравственная культура в современном российском обществе». Участниками диалога стали члены общественной палаты курорта, а также представители городской власти. Мы сумели объединиться. В зале оказались ветви власти, исполнительные, законодательные, священнослужители, конкретная программа. Программа, которая состоит из разных направлений. Во всех кинотеатрах города Сочи, муниципальных кинотеатрах проходят бесплатные киносеансы для разной категории наших жителей, когда можно не только посмотреть, но и пообсуждать. И мы сегодня покажем, наверное, всему городу Сочи те детские и взрослые глаза, которые после сеанса размышляют о добре. А еще форум-фестиваль «Покров», отметили собравшиеся, должен консолидировать многонациональное и многоконфессиональное население Сочи. Целевой аудиторией программы должны стать и отдыхающие. Им здесь необходим досуг, полезный не только для тела, но и для души. Духовным мотивом для приезда в Сочи может стать и паломничество. А пока же форум-фестиваль призван донести до горожан, что вера, духовность, культура и патриотизм – это не просто слова. В Сочи дал концерт государственный академический ансамбль «Нальмес». Этот год для коллектива юбилейный, он отмечает 80-летие. С момента создания и до сегодняшнего дня ансамбль является собой образец значительной части адыгской культуры народного танца. Познакомиться с творчеством «Нальмес» горожане смогли накануне в Зимнем театре. Об истории и обычаях на языке танца. Именно так вот уже 80 лет государственный академический ансамбль «Нальмес» знакомит своих российских и зарубежных зрителей с адыгской культурой. Мы показываем эту культуру, мы передаем ее со сцены. В народном танце передается вся душа народа. Народный танец просто так придумать нельзя. Вот какой есть ансамбль на сцене, такой есть народ на самом деле. В юбилейный год «Нальмес» подготовил для своего народа и зрителей особый подарок – специальную программу. В нее вошли лучшие номера из репертуара, ну и, конечно, новые постановки. Репертуар ансамбля постоянно обновляется, но сохраняются главные элементы этнокультуры, традиционные танцы, они, безусловно, сохраняются, но в творческом своем развитии постоянно находится в движении этот ансамбль. Он этим и уникален. Горожане давно знакомы с творчеством ансамбля «Нальмес», так что очередной концерт легендарного коллектива для сочинского зрителя – долгожданное событие. Доказательство тому – бурные овации переполненного зала. Концерт в Сочи был организован в рамках культурного обмена между Республикой Адыге и Краснодарским краем. Приезд этого знаменитого, легендарного коллектива в город Сочи, город, являющийся территорией исконного проживания адыгов, конечно, принципиально важен. Государство, руководство страны, руководство края уделяет принципиально важное значение вопросам укрепления межнациональной дружбы. Помимо Зимнего театра, коллектив выступит в Центре национальных культур в Лазаревском районе. После этого продолжит свой Кавказский тур. Он начался в Республике Абхазия, завершится в Астрахани. Также в свой юбилейный год ансамбль планирует посетить Республику Крым. Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». Осень – самое время не хандрить, а позаботиться о своем здоровье. Целая кладовая полезных элементов доставлена в наш город компанией «Рыбак Камчатки». Рыбная продукция представлена на выставке-ярмарке в гостинице «Жемчужина». Белорыбеца, кижуч, палтус, нерка и кита. Более 30 разновидностей копченой рыбы и морепродуктов. И, конечно же, настоящая красная икра. Ассортимент удивит не только хорошую хозяйку, но и опытного повара. И это лишь часть деликатесов, которые привезли сочинцам рыболовы Камчатки. Качество и свежесть продуктов достигается благодаря особой технологии приготовления. Коптят дальневосточные мастера на натуральных ольховых, вишневых и яблоневых опилках. Во-первых, пастол совсем другой, чем вот у нас. И сама свежесть, и копченость другая совсем. Но намного вкуснее. Самое свежее здесь вкусное и относительно дешевое. Доставляют деликатесы сюда на выставку без использования заморозки. Это позволяет удержать полезные кислоты омега-3 и витамины ЕДА, которые так необходимы организму в осеннюю пору. Жители и гости города смогут купить и совершенно эксклюзивные продукты. Царицу лососевых – редкую деликатесную чавычу. Самую полезную среди своих сородичей рыбу. Мясо чавыча, богато витаминами А, Б, С и содержит целый кладезь микроэлементов. А ее икра способствует укреплению костной ткани и стимулирует кровообращение. Я люблю рыбные продукты, люблю самую разную рыбу. Здесь рыба всегда свежая. Мне это нравится. Я всегда готов приходить. Продегустировать и приобрести деликатесы можно в павильоне рыбак Камчатки на открывшейся сегодня православной выставке-ярмарке в гранд-отеле «Жемчужина» по адресу улица Черноморская, 3. Выставка будет работать до 23 октября. Гелена Овсецина, Дмитрий Даниловский, телекомпания «ФКТ». И на сегодня это все. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до свидания. Продолжение следует...